Автомобили люкс-класса, дизайнерская одежда, ювелирные изделия стоимостью сотни тысяч долларов. Нет, это я вам не об элитном светском рауте рассказывать сейчас буду, а о том, что не Бога, а это дело, как живут священники и чем занимаются в русской православной церкви Украины. Но для начала я вам хочу показать вот это короткое любительское видео. На этих кадрах вы увидели, как в Успенском соборе Киево-Печерской лавры прошло первое богослужение православной церкви Украины, и теперь украинская дочка РПЦ окончательно покинула историческую памятку. В Москве уже горит, МИД делает громкие заявления, церковный вопрос Россия пытается выносить на рассмотрение в ООН, мол, преследуют в Украине людей по религиозному принципу. А тут еще и уже бывшего смотрящего за лавры от Москвы, митрополита Павла, он же Лебедь, закрыли под домашний арест. Итак, что же все это на самом деле? Действительно преследование по религиозному признаку или реальное уголовное расследование? Тогда в чем же может быть вина священников, миссия которых нести добро, любовь и мир? Митрополит Павел прославился в народе как Паша Мерседес за особую приверженность одноименному немецкому автомобильному бренду, особенно если речь идет о ВС-классе. Так вот, обвиняют его сразу по двум статьям. О разжигании той самой межрелигиозной розни, а также оправдании российской агрессии в отношении Украины. Сам митрополит описывает претензии закона к себе так. Меня заточили за то, что я призывал к покаянию, тишине, милосердию, молитве, не нарушать государственные законы, а исполнять. Потому что плохой гражданин я всегда повторялся, земли не будет никогда гражданином неба. Призывал к покаянию, тишине, милосердию, молитве, утверждает священник. И все вроде бы правильно. Но из БАУ выкладывают публичный доступ, аудиозаписи разговоров митрополита с прихожанами. Смотрите сами. Да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят в грубо говоря. Они все одна и та же гильдиня, нет обороны. Все в Москву передали, уже из Москвы звонят некоторые благочестивые люди, что помоги Москве спастись. Но сегодня надо же думать еще о других регионах, не только их не в шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали. Может, конечно, Павел и думает, что именно так и выглядит милосердие и молитва. Но его точку зрения не разделяют ни следственные органы, ни большинство общественных организаций, которые давно критиковали СБУ за то, что она не расследует деятельность РПЦ в Украине. Громкие уголовные производства были открыты еще несколько месяцев назад. Во время обысков у церковников находили российскую агит-литературу. Военные документы российских солдат, которые воюют на территории Украины, и миллионы налички, которые иногда хранили просто в ведрах. Но почему же деятельность РПЦ в Украине, или, как она сама себя называет, Украинской Православной Церкви, вызвала так много вопросов в обществе? Тут, если порыться в интернете, вы найдете много всего интересного. От того, что пророссийские священники отказывались отпевать погибших на Донбассе украинских военных, до видеороликов, где они сами во имя Владимира Путина не стесняются брать в руки оружие. Давай. Московская Духовная Академия и Семинары сражаются с НАТО. Христос воскресе. А вот совершенно свежий случай, когда в одном из православных храмов Хмельницкого священник с кулаками набросился на украинского военного. Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона одного из прихожан. Смотрите сами. А что ж вы військового бьете, Боже? Что ж вы делаете, Господи Боже? Священника, который рукоположение перепутал с рукоприкладством, зовут Игорь Слободян. И сейчас его разыскивают правоохранительные органы Украины. Поговаривают, что возможно его уже даже и встранение. Хотя максимум, что ему грозит, если вину докажут в суде, это штраф в 20 долларов, ну или 200 часов общественных работ. Ну а тем временем сама церковь после голосования местной общины была передана под контроль православной церкви Украины. К тому же депутаты Хмельницкого областного совета вообще запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в области. А еще они также приняли обращение к Кабинету министров по поводу прекращения договоров аренды с религиозными организациями, которые, цитирую, не выполняют требований украинских законов. Интересно, что после того, как российские войска вторглись на территорию Украины в феврале прошлого года, УПЦ Московского патриархата заявила о независимости от него. Однако эта независимость так и осталась только на словах. А священники продвигают пророссийскую повестку в украинском обществе. Кстати, из Лавры московских священников попросили по абсолютно банальной причине. У них попросту закончился договор аренды, и украинский Минкульт просто не захотел его продлевать. Это и возмутило пророссийское духовенство. Комиссию Минкульта на территорию Лавры они не пропускали, да еще и окружили себя толпами прихожан, чтобы создавать подобающую картинку для российской пропаганды. Кстати, как я уже сказал, Россия неоднократно пыталась протащить небогоугодный вопрос в ООН, и там даже робко отреагировали, сказав, что действия украинских властей могут носить дискриминационный характер, на что в украинском МИД попросили ООН не делать несбалансированных политических заявлений. На этом международная реакция, пожалуй, исчерпанная. Ведь все уже давно начали понимать, что то, что декларирует украинская дочка РПЦ, и то, чем она на самом деле занимается, это совершенно дела не божьи. Ну, а вы уж смотрите сами.